Продолжаю эксперименты со своей коробочкой MXQ Полностью черная, без кнопки Я так понял, их разновидностей Очень много Прошивка Там с номером 2015 0626 По-моему так То есть от 26 июня 2015 года Очень много вопросов на форуме По поводу подключения к обычному монитору К VGA Вот у меня есть переходник На канале уже обзор по этому переходничку есть Можете найти, я ссылочку под видео кину Покупался он для подключения приставки PIPA Которая тоже имеет PIPA X7 Имеет HDMI выход А подключить нужно было Кроме телевизора Еще к VGA монитору старому LG L1730S Соотношением сторон 4 к 3 И вот я, чтобы показать людям, что реально переходничок работает Решил записать это коротенькое видео Подключил переходничок HDMI Подключил кабель монитора И изображение на мониторе Которое получаем при Автоматически Все настроилось Изменилось разрешение Вот это 720p на 60 герц А когда на телевизоре было То разрешение автоматическое стояло 1080 на 60 герц Сейчас попробую Походить по менюшкам, запустить видео Чтобы посмотреть, что Показать вам, что переходничок реально работает Ничего не мерцает Все хорошо Но соотношение сторон Явно под широкоформатный монитор То есть у меня изображение немножко растянуто Но если у вас монитор Широкоформатный Не такой квадратный, как у меня Монитор уже больше 10 лет То я думаю, что все будет хорошо Мышкой Мышка у меня радио Управляем Вот меню Вот Запустим онлайн видео Телевизор Ну пожалуйста Все работает Видео работает На мониторе немножко яркость Не отрегулирована Потому что По сути он работает со стационарным компьютером Иногда я подключаю к нему Пипа X7 И вот сейчас впервые Я подключил приставку Все прекрасно работает Обратите внимание Переходник Есть видео по нему Есть ссылочка на него На Алиэкспрессе И в переходнику В море Есть с отдельно звуком И есть без звука А у меня без звука Ну потому что На Пипа X7 Спокойно звук выводится Через разъем под наушники Я брал Без звука Если бы я планировал И эту приставку Подключать к монитору Наверное бы взял со звуком Разница там Что с звуковым выходом Что без него Там уже доллар Не больше То есть Есть смысл взять С звуковым выходом И в этот же переходник Подключать колонки Прекрасно работает Еще раз обращаю внимание Что разрешение Сейчас в настройки Вернемся Автоматически Поменялось На вот это 750 на 60 Тут можно Другого разрешения Кстати тут И не предлагается Вот если это разрешение Включать То вот такая вот ситуация Картинка куда-то уезжает То мы отменим Ну такое как стоит 720 Вот оно Следующим образом Отображается Сейчас попробую Выключить Включить приставку Посмотрим Может что-то поменяться Под разрешением Вот пультом Выключаю Красной кнопкой Длинным нажатием То есть в принципе В спящий режим Ну и выходим Со спящего режима Не выходим пока А ну вот проблема нарисовалась Не включается приставка С этим Переходником Не включается Вот видите Неожиданно такая вот Проблемка Ее надо еще Как-то будет решать Кто планирует Использовать монитор Я в принципе Планирую использовать Только телевизор Вот я Красную кнопочку Зажимаю Загорается Синий светодиод И тут же тухнет То есть не видит он Монитора Не видит Как же выйти С этой ситуацией Немножко не знаю Сейчас закреплю Видео на штатив Попробуем Подключить Телевизор Так как была Подключена Подключили телевизор HDMI Включаем Приставку Проблема Телевизор Выключен Включим Телевизор И попробуем Запустить Не Не включается Что интересно Происходит Изображение Появляется Включилось Ты смотри Как признаешь Текенция Еще раз Пробуем Выключить Выключили Красный светодиод Загорелся И пробуем Подключить Опять Переходник Переходничок Подключаем К монитору И попробуем Выдернуть Питание Отключили Питание Включили Питание Красный Светодиод Включаем С пульта На мониторе Появилось Изображение Сейчас посмотрим Как загрузится С переходником Загружается Нормально То есть Что-то Подвисло По питанию Питание Передернуло Все нормально Грузится И с монитором Так что Работать будет Периодически Может проблема В том Что я переключал HDMI кабели Через На горячую Не выключаю Приставки Может этого делать Нельзя Вроде бы HDMI кабели Можно На горячее Подключение Поддержать Как USB Так Все загрузилось Разрешение Еще раз Посмотрим Какое стоит Дисплей 720 60 герц Другой И предлагаем 1080 Попробуем Еще раз Выключить Включить Пультом Красной кнопкой Пульта Выключаю Даже Это не выключение Спящий режим Загорелся Красный Цветодиод И пробую Включить Опять Красной Кнопкой Опять Не включается Синяя клавиша Ну там Что-то Мне кажется Индивидуальная Проблема С этим Монитором Может быть Он очень капризный В нем Вот это Распознавание Сигнала Чуть Выключается В общем Он мне и раньше Доставлял Проблемы Этот монитор Может Злее монитором Быть проще Но сейчас Опять Передернул Кабель Питания На приставке Передернул Кабель Питания Выключил Включил И опять С пульта Красной Кнопкой Включаю После Передергивания Кабеля Питания Все нормально Загружается Вот такое Небольшое Видео По Использованию Переходничка Уже Я снимал Такое Видео По поводу Использования Переходничка Под Пит Акси Его Использовал Под Наш Вот Эту Приставочку Сейчас Поближе Переходник Покажу Вот Такой Переходник Стандартный HDMI VGA Мама Разъем Заказан В качестве Эксперимента На Алиэкспресс Эксперимент Удачный Переходник Работает Как Мениму С Двумя Приставками Пипа Х7 Из Приставки ТТМ Лоджик MXQ Приставочку Эту Покупал За Ее Доступной Ценой 33 Доллара Пока Все Работает Родная Прошивка Все Работает Туфутфу Wi-Fi Не Обрывается Интернет ПВП Работает Стабильно Онлайн Все Сервисы Работают Стабильно С Маркета Я поставил Пару Программ Они Установились Остальные Не Проверял Все Остальные Программы Просто Сбросил С планшета В виде АПК Через Шарик Программ По Wi-Fi Вообще Не Понимаю Проблем С Маркет Если Маркет Не Работает Можно Скачать Программы На Телефон Или На Планшет И Просто Перебросить На Приставку Установить Тем Более Перечень Программ Не Такой Большой Или С ПДА Скачать Зачем Вообще Тут Маркет На Этой Приставке Чтобы Из-за Него Шиться Единственная Проблема Которая Мне Эта Приставка Доставила Это Не Работает Джойстик Хоть Ты Тресни Я Не Знаю Как С Этим Брос Я Думал Питание Виновата Не Знаю Вот Подключаю Джойстик Приставки Никаких Признаков Жизни Ни На Приставке Ни На Пробовал Ничего Пробую Подключить PIPA X7 На Винде Нажимаю Вот Эту Кнопку Аналог Сразу Заграется Красная Лампочка То есть Устройство Видит Джойстик И Можно Дальше Настраивать А Здесь Мертвая Никакими Программами Ни Команды Не Видит Ни В Каких Приложений Не Поддержится Такой Джойстик Попробовал Дешевый Китайский Корпия Стартекс Но Работает На Андроид Планшете На Андроид Телефоне И Вот Такой Вот Тоже На Андроид Планшете Работает Тоже Дешевый USB Джойстик А Здесь На Приставке Не Смог Если Кто-то Может Под Джойстиком Помочь Завести Буду Очень Признателен Но Перепрошиваться Джойстика Я Пока Не Буду Чтобы Не Нажить Себе Проблем С Если Что Полезное Узнаю Продолжение следует